Основной темой экспозиции музея «Симбирская классическая гимназия» по-прежнему остается история гимназии. Однако теперь она зазвучала по-новому. Первая документальная экспозиция музея «Симбирская классическая гимназия» была открыта в 1993 году. И, конечно, вот к этому периоду она уже устарела и морально, и более того, сотрудниками музея была проделана огромная научная работа, которая позволила нам ввести в оборот очень многие ранее доселе неизвестные документы. Современное экспозиционное оборудование тактично вписалось в старинные интерьеры здания, построенного в 1883 году. Гимназической тематике соответствует и цветовое решение. Автор архитектурно-художественного проекта экспозиции – дизайнер Александр Рощупкин. «Самое главное – это люди в любую эпоху. А в гимназии и училось много великих. Ну, всем известен наш самый великий Владимир Ильич Ульянов Ленин. Но это еще и множество крупнейших ученых, философов, писателей, художников, поэтов. И были замечательные преподаватели». В новой экспозиции используются мультимедийные эффекты. Так, на презентации в виде голограммы присутствовал директор учебного заведения Федор Михайлович Керенский, который возглавлял гимназию с 1879 года. Именно он отважился дать заслуженную золотую медаль Володе Ульянову, на тот момент брату государственного преступника. В музее представлен и подлинный аттестат зрелости самого известного ученика гимназии Владимира Ильича Ульянова Ленина. Среди пятерок стоит одна четверка по логике. Интересно, что этот предмет вел сам директор Федор Михайлович. Он был очень строгим учителем. «Вот эта выставка, она может быть интересна не только тем, кто ленинской темой занимается, но также и тем, кто интересуется историей образования, историей вот таких губернских городов, как Симбирск». Новую экспозицию дополнили подлинники, которые долгие годы не экспонировались. Скульптура знаменитого художника Владимира Цыгаля, Владимир Ульянов-гимназист, органично включена в раздел, посвященный окончанию Владимиром Ульяновым, Симбирской классической гимназии. Раздел экспозиции, где находится панорама города, тоже обновлен. Когда-то в этой комнате располагалась гимназическая библиотека, поэтому здесь поставили старинный книжный шкаф с подлинными библиотечными книгами, а на стенах появились подлинные живописные работы. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Олл Правда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова